Доброе утро! Доброе утро! Сегодня 5 марта, мы встречаем с удовольствием, огромной радостью это утро с вами, Никита Крылов и Алис Троян. Да, все верно, все правильно. Сегодня у нас вторник, второй день рабочей недели, а неделя пройдет очень быстро, потому что она сокращенная. Все помнят и думают, что в пятницу у нас праздник, праздник важный. Все помнят, но и мужчины помнят, потому что необходимо все-таки задобрить женщин, а женщины, потому что забыть такое невозможно. Ну и неделя сокращенная, четверг будет последним рабочим днем на этой неделе. Ну, четверг мы узнаем, что будет, в пятницу тоже, я думаю, будет много хороших новостей, но тем не менее, несмотря на праздник, наши корреспонденты будут работать. Работают они круглосуточно. И в выходные, и в праздники, и сегодня уже они подготовили очень много информации. Ну и, конечно же, начнем с праздничной, потому что скоро совсем будет не только 8 марта, но и пятилетие Крымской весны, и в честь этого и не только выпустят коллекционное вино. Например, коллекционное вино «Крымский мост» выпустят с завода полуострова и Кубани к старту железнодорожного движения через Керченский пролив. Лимитированная серия состоит из шести разных напитков. О финальном этапе производства напитка богов Мария Красновицкая. Вино обработали холодом. До образования кристаллового льда в вине загрузили бутылочку в пипитр. Сейчас оно оттает. Римёр выполнит санитарную работу, чтобы остаточков осадка не осталось в воздушной камере. И оставит его на осветление, пока осадочек не ляжет на нижние стеночки бутылки. На Крымском заводе шампанских вин в главном подвале со 140-летней историей проводят ремюаж. Бутылки с игристым напитком из винограда «Пино Нуар» готовят к выпуску. Постепенно в процессе проворачивания происходит перемещение осадка на пробку. Этот этап будет длиться полтора месяца. Затем… Вино отправится на другую технологическую операцию, которая называется «Дегаржаж». Это удаление осадка вместе с пробочкой из бутылочки. И тогда мы уже получим готовый продукт. Сдозируется ликер в зависимости от требуемой марки. И получится у нас уже укупориться корковой пробкой. Получится уже готовый продукт. Еще один крымский завод в честь тройки века выпустит два вида вина. Мускат, выращенный на южном побережье в районе скалы Красный Камень, уже выдержан в дубовых бочках и обогащен кислородом в процессе открытой переливки. Дальше напиток отправят на обработку холодом при температуре минус 8 градусов и на бутылочную выдержку. Достаточно 20-25 мл. Остальное возвращаем. Букет яркий, мускатный, с тонами лепестков роз, с легкой цитронной ноткой, медовые оттенки, легкие пряные нотки крымского лета. Но я считаю, что в этой бочке вино созрело замечательно. А это уже хересное производство. В дубовых бочках урожай, который собрали еще в 2015-м, окончательно дозревает. На первом году жизни он прошел созревание под пленкой хересных дрожжей. Ну а на четвертом году своего производства он удерживается в этих дубовых бочках, в соляриях. И в общем-то к концу 2019 года уже наберет всю свою мощь, раскроет весь свой потенциал в аромате, во вкусе. Похожую работу развернули и на Кубани. Коллеги с материка тоже создают оригинальный ассамбляж «Крымский мост». Для этого отобрали лучшие сорта винограда, выращенного в крымском районе Краснодарского края. Каберне-савиньон, Мерло, Каберне-фран. На этом заводе подвалы для хранения вина оборудованы в каменоломнях. Это идеальные условия для хранения вина. Здесь постоянная температура, влажность. Бутылки с вином «Крымский мост» проведут еще несколько месяцев в этих подземных тоннелях, для того, чтобы вкус максимально округлился и гармонизировался. И попробовать мы его сможем к концу этого года, к моменту открытия «Крымского моста». Для коллекции «Крымский мост» уже разрабатывают специальную этикетку. Пять предприятий вместе создадут лимитированную серию из шести разных вин. Три кубанских завода выпустят по 19 тысяч бутылок, два крымских – 19 тысяч вместе. Символична эта цифра равнопротяженности моста через Керченский пролив. Мария Красновицкая, Новости 24. Первая пятилетка на родине. Наш телеканал продолжает цикл сюжетов о достижениях российского Крыма. От моста через Керченский пролив и нового аэропорта до детских садов и спортплощадок. За пять лет перемены дошли до каждого уголка полуострова. Чего мы ждали после возвращения в родную гавань и как год за годом обновлялась республика в репортажах наших корреспондентов. А сегодня мы расскажем о системе образования в Крыму. Яна Пойманова, студентка Крымского федерального университета, получает повышенную стипендию и стипендию госсовета. Это около 20 тысяч ежемесячно. Отличница занимается общественной работой. Вспоминает, как принимала участие в международном молодежном форуме в Сочи. Поездку оплатило республиканское правительство. Мы общались с ребятами из Вьетнама, Индии, Австралии и рассказывали им о том, что у нас все хорошо, нет военных действий и что мы здесь имеем возможность развиваться, получать высшее образование и путешествовать. Яна совмещает учебу с работой. Она дизайнер в УЗЕ. Празднуем в Крымском федеральном университете пятилетие и поэтому делаем такую полиграфическую продукцию, которая будет висеть на главной аллее. Расходуются бюджетные деньги и на модернизацию учебных заведений. В академии строительства и архитектуры установили три новых лаборатории. В этой, например, испытывают строительные материалы. Для того, чтобы определить эти свойства, например, при температуре от минус 190 до плюс 400 градусов, это диапазон, в котором работает эта установка, мы закрываем наш образец вот такой вот специальной камерой. А здесь занимаются исследованием цемента. Будущие инженеры-строители в этой лаборатории проводят больше всего времени. Это оборудование позволяет испытывать прочность образцов в силу давления этого пресса до 30 тонн. Прочность этого гипса 30 килограммов на квадратный сантиметр. Вот как он потрескался. Есть перемены и в сфере среднего образования. Это так называемая школа четырех президентов. Известный долгострой украинских времен. После возвращения в Россию в Крыму удалось достроить долгожданное здание. Вложение 400 миллионов рублей. В 2017 году в нашей школе насчитывалось 780 детей. На текущий момент 1010 детей. Перспектива набора в первый класс из года в год растет. Обучение здесь билингвальное. Второклассник Аблемид уже привык, что по каждому предмету есть сразу два учебника. Этот, например, он по-русски, а этот на крымско-татарском. За пять лет очередь до школьного учреждения Крыма сократилась на 21 тысячу мест. Установили 30 новых модульных детских садов. Этот лучик построили в декабре. Группы заполнились буквально за неделю. Тут есть и дополнительные кружки. Английский, хореография. Целый день мы чем-то заняты. Детям интересно. День у нас наполненный. Особое внимание уделяют и летнему отдыху детей. На оздоровление за пять лет выделили более двух миллиардов рублей. Нам это позволило охватить отдыхом и оздоровлением 70% всех детей школьного возраста. И, конечно, достигнув практически 100% в льготных категориях. В министерстве образования отмечают, за пять лет аккредитацию прошли 570 школ. Ни одно учебное заведение не было расформировано. Дмитрий Попов, Олег Черемисин. Новости 24. А еще, между прочим, для жителей района Белокуна построят новый рынок. Вернее, старый отремонтируют, потому что сейчас он выглядит плачевно. Многие балки в аварийном состоянии. И вообще он выглядит, как в конце 90-х. Там разруха полная, отсутствуют тротуары. Но администрация Симферополя пообещала заняться этим вопросом. Уже все проблемные места сфотографированы и отправлены руководству, для того, чтобы было понятно, как же с ними бороться. Ждем, ждем развития. Оно есть, оно существует. И темпы достаточно велики. И рынок, в том числе, сделает. Но прямо сейчас попробуем связаться с радио Крым, студией. Доброе утро. Есть ли у нас связь? Доброе утро, коллеги. Бабличку, как она раньше писала, власть. И будет получать деньги от путинской команды. Так, подожди. Доброе утро, коллеги. Что это вы такое интересное обсуждаете? Какая тема эфира? У нас абсолютно, правда, сказал в начале часа Олег, весенняя совершенно тема. У нас коррупция. У нас про расцвет коррупции или закат мы говорим. Мы обсуждаем факты о том, что у нас есть категория людей, которая кричит, что у нас сплошная коррупция. Когда задаешь вопросик о том, назовите конкретные факты, имя, фамилия, отчество, как говорил товарищ Виссарионович Сталин, никто ничего не называет. И мы вот сегодня призываем весь Крым, звоните, пожалуйста, нам по телефону. Плюс семь девять с восемь четыре ноля два шесть четыре. Говорите про фактах, о фактах коррупции. Называйте конкретных чиновников. У нас в гостях люди, которые борются с коррупцией, они готовы записать ваши факты. Мы ждем до восьми часов утра ваших звонков в прямом эфире. Вот мы, прямой эфир, готовы принимать ваши звонки, записывать любые факты коррупции. Звоните. Да, тема очень интересная и, что самое главное, важное. Надеюсь, что эфир будет удачным и в том числе с помощью нашей телерадиокомпании каких-то чиновников, возможно, и удастся найти. Разоблачить. Да, да, да. Спасибо. Вам тоже удачи. Спасибо. Спасибо большое. Хорошего эфира. Друзья, ну вот, все все слышали. Телефоны, я думаю, успели записать. Включайте радио Крым и звоните, если вдруг вы столкнулись с такими фактами. Я думаю, что в прямом эфире все сделают, запишут все контакты. И, что самое главное, накажут, если действительно такое было. Потому что, как обычно, коррупция есть, а коррупционеров нет. Но так же не бывает. Поэтому, если вдруг вас кто-то обидел, то у вас есть возможность реально сейчас дозвониться и прямо рассказать о своей проблеме. Но сейчас самое время узнать о том, какая же погода будет на полуострове сегодня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Наконец-то, наконец-то. Двузначная картина не выглядит замечающая. И что самое классное, это то, что совсем скоро будет плюс 16, это будет в четверг, будет очень тепло. И потом температура не собирается падать слишком низко, потому что на всю неделю у нас очень благоприятный прогноз. Будем искренне верить, что так теперь будет всегда. Всему свое время, я так скажу. Но почему нет? Ну, действительно, возможно, потепление. Потом немного, конечно, похолодает, но надеюсь, что не сильно. Пусть это будет неправда. Немного, чуть-чуть, на пару градусов. Не надо, нет. Ну, а затем уже лето, и там, конечно, не до холодов нам точно будет. Ну, всему свое время это точно. Крымская весна шагает по планете Земля. И вот, в частности, фотовыставка, посвященная празднованию пятой годовщине Крымской весны, открылась в Симферополе. Это произошло вчера на площади Ленина. Много очень интересных стендов. И, что самое важное, она не только в Симферополе будет действовать, еще и во всех муниципальных образованиях. Да, будет действовать до конца апреля, поэтому у вас есть возможность или отправиться в Симферополь и посмотреть. Там будет очень много фотографий. Будет показано, как изменился Крым за эти пять лет. Будут ключевые события и важные. Например, открытие автородорожной части Крымского моста, нового терминала аэропорта Симферополь. Ну, и, конечно же, дороги, дубки, леводки. Поэтому я вам всем советую отправиться посмотреть. А также там будут показаны, как изменились сферы здравоохранения, образования и комфортная городская среда, как менялась. Ну, вообще, да, просто вы можете подойти и наглядно посмотреть, действительно, что было, что стало. Если кто-то там стал забывать, например, кажется, а, ничего не делается, делается, делается. И вот посмотрите на этой выставке, я думаю, все будет очень хорошо и наглядно вам показано. Ну, а прямо сейчас давайте следовать дальше. Баба Марта. Такой есть замечательный праздник. Чей он? О чем он? И как его праздновать? Давайте узнаем в следующем сюжете. Честита Баба Марта! Так болгары поздравляют друг друга с самым ярким национальным праздником Баба Марта, символизирующий приход весны. Колоритные танцы, амулеты, сделанные вручную, прыжки через костер и, конечно же, древние обычаи. Не бывает такого времени, когда бы культура и традиции были не важны. Это важно делать вчера, сегодня и завтра. Мы вовлекаем в это дело молодежь, наших детей. Они участвуют, принимают эти традиции. Эти традиции дарили нам наши бабушки и деды. Это передавалось из поколения в поколение, мы делаем то же самое. Празднование первого дня весны – одна из самых старинных, уважаемых и почитаемых традиций Болгарии. Баба Марта – это и название праздника, и мифический персонаж. По поверьям, она младшая сестра января и февраля. У нее просят милости, верят, что главная героиня прогонит зиму и укажет дорогу весне. По преданиям, эта дама подвержена частой перемене настроений. Может быть и похмурится пасмурной походой, может и лыбнуться, и засветить солнышко. То есть всегда 1 марта бывает изменчивая погода. Но мы ее задабриваем танцами, задабриваем мартиничками. Непременный атрибут праздника – мартыница. Небольшая игрушка украшений из красных и белых ниток. Амулет – знак уважения к бабе Марте. Символ весны прикрепляют к деталям одежды или повязывают на руки. А при виде первого аиста мартыницы вешают на деревья, загадывая желание. Чтобы год был плодородным, радостным, счастливым и удачливым. А этот плодородный год означает, что сейчас начинаются весенние работы, все двигается с места, все оживает. Природа приносит нам радость, благодать. Их поднимает хорошее настроение. По древним обычаям праздник завершают костром, в центре которого – горящее чучело – бабы Марты. Пусть вместе с весной придут нам радость, счастье. Но сжигают не для того, чтобы разозлить. Так призывают теплую весеннюю погоду. А прыжки через пепел, оставшийся после сожженного чучела, символизируют обряд очищения. Сеария Обляева, Алексей Семенов. Утро нового дня. Если вдруг вы не успели посмотреть на сожжение очередного чучела, не огорчайтесь, в это воскресенье будем все массово жечь чучело масленицы и радоваться, потому что сейчас уже началась масленичная неделя, и в целом уже приготовили результаты того, какие же все-таки блины предпочитают россияне. Так вот, самой любимой начинкой у 50% респондентов стала сметана. Правильно. На втором месте идет варенье, джем. Третье место поделили сгущенное молоко и творог. Некоторые запрошенных выбрали мясную или медовую начинку – 19%, а за масло проголосовали 13%. Ну и, конечно, потом уже самый маленький процент – икра и рыба. Я только недавно на самом деле узнала, что блины могут быть солеными, что они могут быть с рыбой или с мясом. Для меня они ассоциируются с чем-то таким сладким. С джемом, с медом, с маслом, сметаной какой-нибудь. Мне кажется, блины – это вообще универсальный продукт, вкусный, полезный. Тем более, когда после зимы, в преддверии Великого Поста, мне кажется, очень хорошо наестся бы за эту неделю. Я еще не ел. Ой, жду, жду, жду. А может быть, я просто был не готов к масленице, поэтому и не наготовил себе стопку блинов. Не знаю. Ну а прямо сейчас предлагаем вам подготовиться к сегодняшнему дню и узнать, что же он нам готовит, какие праздники, какие знаменательные даты. В этот день, 154 года назад, родился Тимофей Краснобаев, один из основоположников детской хирургии, доктор медицинских наук, профессор. Он предложил несколько новых оригинальных методик лечения детского костно-суставного туберкулеза. 5 марта, 101 год назад, в России появилась служба военных сообщений, одна из старейших армейских служб. В наше время подведомственное Министерство обороны России. В 89 лет назад в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр художественный. На сеансе демонстрировалась звуковая программа, составленная кинорежиссером Абраамом Роомом. 5 марта появилась на свет Елена Яковлева, советская и российская актриса театра, кино и телевидения, народная артистка Российской Федерации. 5 марта, 49 лет назад, вступил в силу договор о нераспространении ядерного оружия. Документ подписали в Москве, Лондоне, Вашингтоне. Участниками соглашения являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Корейской Народной Демократической Республики и Южного Судана. Сегодня, 5 марта, день выключенных гаджетов. Все, кто отмечает этот день, оставляют дома свои мобильные устройства и целые сутки мужественно обходятся без их помощи. Не отдам, не отдам я гаджет, друзья. Ну а почему? Потому что мне, например, необходимо рассказывать очень много информации вам полезной, в частности, вот сколько стоит топливо на рынках полуострова. Газ стоит 27 рублей 96 копеек, дизельное топливо 51 рубль 31 копейка, 92-й бензин 47 рублей 21 копейка, 95-й 50 рублей 35 копеек, а 98-й бензин стоит 56 рублей 59 копеек. Ну а пока, немного позже я вам расскажу о курсе валюты, а сейчас расскажу, что же у нас в Красноярске-то происходит. Как вы знаете, там универсиада, его сборная России с каким-то просто отрывом, я не знаю, выходит вперед. На первом месте она в общем медальном зачете 9 золотых медалей, 11 серебряных и 9 бронзовых. Представьте, всего 29 медалей, а у ближайшего преследователя это сборная Австрии. Всего лишь 4 медали. У нас 29, а у них 4. Я не понимаю, как это произошло. Видимо, студенты настолько молодцы и так все замечательно делают. Надеемся, что и в большом спорте тоже будет им всегда сопутствовать удача. Ну а в Красноярске у нас много иностранных туристов, и вот когда они обращаются в обменные пункты, они видят такую ситуацию. Прямо сейчас предлагаю ее и озвучить. Какой же у нас курс доллар, курс евро на данную минуту? Итак, доллар стоит 65 рублей 79 копеек, евро 74 рубля 74 копейки. Какая красивая цифра. 74,74. Доллар падает, евро падает, рубль, друзья, крепнет. Это хорошо вместе с нашими спортсменами. Спортсменами. Ну, я, честно говоря, не понимаю, как с таким отрывом наши спортсмены побеждают? А потом, может, скажут снова, там, Мельдоний, что-нибудь еще. Ну, они сказать-то могут все что угодно, но факт остается фактом, что наши спортсмены молодцы. А еще молодцы наши культурные мероприятия, потому что их очень много, и мы подготовили самые интересные для вас, которые будут проходить именно сегодня. Сегодня в Крымском Академическом Русском Драматическом Театре имени Горького комедия «Брачный контракт». Подготовка к свадьбе идет полным ходом, пока вдруг не оказывается, что для жениха и его матушки важен брачный договор, в котором указана законность рождения дочери. Документ, естественно, потерян, но непонятно, был ли он. Вместе с бумагой персонажи ищут и давно потерянную любовь. Комедия от классика израильской драматургии Ефраима Кишона. Начало в 19.00. Также в этот день на камерной сцене подмосковная танго. У антиквара Виктора Сергеевича есть все. Успешный бизнес, роскошный дом, богатство, но нет самого главного. Понимание, для чего все это. Жизнь главного героя меняется после того, как он начинает поиск смысла бытия. Начало в 19.00. Завершающая часть мультфильма фэнтези «Как приручить дракона 3» уже на киноэкранах. В городе мирно живут викинги и драконы, пока там не появляется профессиональный охотник, который обещает истребить всех фурий. Картина ориентирована на детскую аудиторию, но даже взрослому зрителю сложно удержаться от скупой слезы. Теплая и душевная атмосфера обеспечена. Сеансы идут преимущественно в утреннее время. Также в этот день на киноэкранах военно-исторический фильм «Тобл». Приключенческая история о молодом офицере. По заданию царя он отправляется в столицу Сибири, где ему и предстоит встретить настоящую любовь и столкнуться с интригами и заговорами против себя. Фильм динамичный и зрелищный. Дуэт в исполнении Андрея Бурковского и Агаты Муцинеица мало кого оставит равнодушным. Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. В сети набирает флэшмоб очень странный челлендж. На этот раз родители бросают детям своим, собственным, не чужим, плавленный сыр в лицо и смотрят за реакцией. Сначала начиналось все безобидно. Люди прятались от своих хаски, потом прятались от детей при помощи одеяла. То есть они перед собой ставили одеяло, а потом прятались. А с лингом что было? Когда челлендж, ice bucket челлендж, когда обливались, казалось бы, тоже закаляйся, вроде нормальные призывы были. И дети очень часто в этот раз не знают, как правильно реагировать. Некоторые начинают есть этот сыр, что логично, потому что это же еда, причем это же вкусно. Но очень странно и очень массово почему-то вдруг решили сейчас делать люди, взяли пример с одного человека, а это был даже не его ролик. Он его просто ради смеху выложил у себя в Инстаграме, потому что он просто нашел у кого-то. И вот так вот оно раскрутилось, завирусилось, и теперь можно наблюдать вот такие вот странные вещи. Интернет порой не предсказует. Согласен, абсолютно. И главное помните, вот если вы сделаете такое со своим ребенком, он-то вырастет, он-то вам этот сыр обратно как ляпнет, и тогда уже будете радоваться точно. И придумает какой-то свой челлендж, запустит и во всем мире дети, скажет, дети того поколения, давайте обратно встать, родителям возвращайте. Ну не знаю, насколько это весело, если честно. Дело такое сомнительное. А вот в Севастополе действительно такой не самый веселый закон разрабатывают. Говорят, что штрафы предполагают для граждан за неопрятные фасады и балконы домов. Ты представляешь? Да, это очень здорово. Это хорошая новость. Мне нравится, особенно в Севастополе, потому что это очень красивый город. И я теперь знаю, почему севастопольцы так гордятся им и любят его даже больше, чем симферопольцы. Потому что могут оштрафовать, если вдруг что. Потому что у них очень красивая архитектура в большей части города, историческая, сохраненная. И поэтому, например, в Санкт-Петербурге запрещено фасады окон менять на пластиковые, если это будет вредить внешнему виду здания. Если этот дом признан памятником архитектуры, то, естественно, они должны согласовывать это все, чтобы не выделялось это пластиковое белое окно на фоне исторического здания. Ну это да, это на самом деле очень хорошая инициатива. Так вот, штрафы будут для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, а для юрлиц от 15 до 50 тысяч рублей. Вот если вдруг неопрятный фасад, вот такие вот санкции могут грозить. Может быть, это способ еще как избавиться от рекламы, которая очень сильно мешает, и многие люди размещают ее на балконах. Это выглядит действительно не очень опрятно и не очень красиво. Очень бы хотелось, чтобы Севастополь сохранил свой исторический облик. Но сейчас самое время узнать, какие же новости интернета подготовили для вас наши корреспонденты. Как снежный ком? В сеть попали кадры схождения массивной лавины. Снежная волна белым облаком застилает горный склон и долину внизу. Затем укрывает дорожное полотно. Заметно, что водители теряют всякую видимость. Зрелище впечатляющее и не менее опасное. А как бы повели себя вы? Спрашивают в сети. А вот в жаркие деньки хочется побаловать себя мороженым. И как не потерять контроль, когда хитрый продавец никак не хочет отдавать заветный рожок. Герой видео стерпел оскорбление в первый раз, но затем не выдержал и вызвал обидчика на поединок. Надеемся, все закончилось мирно. А все, что хотел этот малыш, дать пять любимому гольфисту. Насколько же он был удивлен, когда обнаружил в своей ладошке мячик от спортсмена. Эти непередаваемые эмоции попали на видео. Поступок заслуживает уважения. Делитесь хорошим настроением с окружающими. Увлечение спортом – это, конечно, хорошо. Но порой это может отвлекать от реальной жизни и повседневных дел. Заботливый парень случайно выжег прядь во время укладки волос своей девушки. Всему виной любовь к спорту. Главное – вовремя спрятать улики в карман. А вот при встрече с любимой группой и оттого сложно устоять на ногах. Так и случилось. Фанатка упала на сцену во время выступления. Участники коллектива не растерялись и поддержали девушку, присоединившись к ней прямо там, на полу. Что-что, поддержка и уважение дорогого стоят. Акула бывает кусачей только от жизни акульей. Сотрудник одного из океанариумов обходится со своими подопечными, как с домашними животными. На видео водолаз прочищает рыбе пасть, а потом играет с ней, как с щенком. Не меньше любви и заботы получают и собаки, которых выгуливает герой этой подборки. В сети набирает популярная страничка профессионального выгульщика, который, как видно, любит четвероногих всем сердцем. Животные, судя по фото, отвечают ему тем же. Правильно. Будьте добрее друг к другу. Да, очень интересная информация. Но, тем не менее, мы собираемся отправиться на гостевую площадку, потому что у нас уже в студии гости, о котором мы сейчас вам расскажем. Да, у нас в гостях член попечительского совета движения ЮНАРМИЯ Крымского отделения. Доброе утро, Евгений Костылев. Здравствуйте. Итак, говорим мы о праздничных мероприятиях, которые будут совсем скоро, посвящены в том числе они Крымской весне. И вот 15 марта состоится, расскажите, что состоится. Грандиозно. 15 марта состоится, правильно вы сказали, то есть вот эти эпитеты, они нормально применимы к этой истории. Да, действительно грандиозное событие. Торжественный смотр юноармейских отрядов. Ну, по большому счету, такого в Крыму еще не было. Это вот консистенция того, к чему мы пришли. Мы пришли к патриотизму. Дети равно патриотизм. Соответственно, ну, знаете, мы пытаемся реализовывать тезис президента «Россия, устремленная в будущее». Без детей будущего у России быть не может. Соответственно, без сильной России ничего не может быть. Соответственно, и у детей не может быть будущего. Вот. В связи с этим порядка пяти тысяч детей в марте месяце вступят в ряды Всероссийского общественного патриотического движения Юнармия в Крыму, именно здесь. И мы ждем и заместителя министра обороны Картополова, и нашего главу республики. Мы ждем на площадке четырех героев Российской Федерации. Один уже на подлете к нашему Крыму. Это герой Советского Союза, человек, повторивший подвиг Моресиева, Валерий Бурков. Вот. Ну, собственно говоря, если говорить о том, зачем мы это делаем, почему мы это делаем 15 марта. Ну, 15 марта не заканчивается эта история, и она не начиналась 15 марта, она начиналась во время Крымской весны. Поэтому и создан был, сформирован обществом крымчанами такой проект, как Юнармия.Мы дети Крымской весны. Потому что все наши дети, они дети Крымской весны. У них есть будущее только в том случае, если Россия наша будет успешной, сильной, эффективной и счастливой. Тогда будут счастливы наши дети. Где будет проходить это мероприятие? На площадке Крымского федерального университета наши коллеги нас поддержали. Спасибо им огромное. Это будет площадь перед Крымским федеральным университетом на Вернадского, 4. Это будет актовый зал. Это будет встреча с высшим командным руководством армии. Это будет встреча с нашими героями. Это будет встреча с олимпийскими чемпионами. Вот. А по итогу мы ждем ансамбль песни и пляски краснознаменного Черноморского флота. То есть это событие. Вот оно достаточно такой вспышкой пройдет по всем мероприятиям. То есть мы думаем, что мы будем конкурировать вообще с региональной повесткой Крыма. Это серьезно. Ну действительно, такая цифра. 5 тысяч детей. Но самое главное, это плюс 5 тысяч детей. Плюс какому числу? Вот сейчас юнормейцев сколько на полуострове? 2600 человек. Ну плюс-минус понятно, что точно цифр я вам не скажу. Я скажу другое, что эта история востребована у родителей. Эта история востребована у школьников. А мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы в каждой школе было можно создать юнормейский кружок. Нам очень серьезно помогало и Министерство образования, и Совет министров, и соответствующие смежные ведомства, и так далее, и так далее, выделяя средства, муниципальное образование. Вот. И поэтому вот порядка в 400 школах, из 500 там, с копейками школ, которые есть в Крыму, уже созданы юнормейские кружки. Дети занимаются по истории, по географии, топографии, рукопашному бою. То есть множество тех сфер, где ребенок может себя применить. И он юнормеец, и он человек, который ведет эту страну в будущее. А есть какие-то требования к юнормейцам? Может быть, какие-то особые по здоровью показания или что-то другое? Абсолютно ничего нет. Я не перестаю говорить. О том, что юнормия – это не про армию. Это про любовь к своей родине. А любовь к своей родине может быть у любого человека. Хоть он с плоскостопием, хоть он подтягивается 40 раз, и так далее, и так далее. Поэтому для каждого ребенка это движение, наше движение юнормия, она найдет применение. Она найдет способ ребенку самовыразиться, реализовать себя как личности. Вы сказали о том, что это очень востребовано у родителей и у детей. Я вот не понимаю, за счет чего ребенок хочет вступить в юнормию? За счет примера какого-то? Почему? Почему у него такое желание возникает? Во-первых, понимая, что дети, они у нас не поседы, по большому счету. Ребенку очень тяжело высидеть. Вообще все эти пять уроков, которые сейчас они все пошли в школу, родители сидят, нас слушают. И каждый родитель понимает, вот чем там занимается наш ребенок. А в итоге во внеучебное, внеурочное время ребенок может заниматься по рукопашному бою. Ребенок может изучать строение стрелкового оружия и историю русского оружия. Ребенок может встречаться с известными, уникальными людьми, которые дают примеры в жизни. То есть куча всех возможностей, собственно говоря, тех сфер применения, где ребенок может себя поактивничать, потрогать. Вот недавно была игра орленок. Восемь станций и тиры, переноска пострадавшего и спасение утопающего и так далее, и так далее. То есть разновы от медицины до, собственно говоря, до призывной подготовки, от истории до топографии. Они собирали там картографические пазлы и так далее, и так далее. В апреле месяце уже зорница и зорничка. Это большие игры такие для детей, ну уже младшего возраста. Это юноармейские слеты, это бесплатный юноармейский лагерь в Валых Парусах. Это сейчас орлята, которые победили, сейчас феодосийцы, кстати говоря, победили ребятишки. Они поедут в ЭДЦ Орленок в Анапу. Вот. И все это за государственные деньги. Знаете, меня иногда спрашивают, а вот чего там, там же ж в юноарме нужна форма, красивая, песочная, а там стоит 10 тысяч рублей. Я всегда родителям говорю, уважаемые коллеги, друзья, форма не главная, главное содержание. Ребенок без формы может быть юноармейцем. Слава Богу, в Республике Крым хватает средств и добрых людей, в том числе муниципальное образование, это нонсенс, полтора-два года назад еще этого не было. Выделяют средства на патриотическое воспитание, вот Ялта полмиллиона, там Бахчисарай 400 тысяч, как минимум юноармейский берет с юноармейской кокарды. Вот если помните, как мы гордились пионерским галстуком, символом чего-то большого детского братства, так и тут символ большого юноармейского братства это юноармейский берет, он стоит 500 рублей. Если родители не могут себе приобрести, позволить, муниципалитет приобретет для ребенка. То есть как бы вот тут никаких ограничений нет. Кто такой юноармейец? Кто такой юноармейец? Такой вопрос. Знаете, я вот когда сюда шел, я понимал, что нас не слушают дети, потому что они в школе. Ну все умненькие, хорошие детки слушают. Да, вот. Может быть, кто-то болеет, не слушает нас сейчас. Но в основном слушают родители, бабушки и дедушки, которые вот сейчас выхлебывают кофе и бегут. Так вот, юноармеец это настоящий гражданин своего отечества. Человек, который видит перспективу этого отечества, у нашей Родины, России, и стремится сделать нашу страну лучше. Вот юноармеец никогда не обидит слабого. Юноармеец никогда не всегда уступит место в транспорте. Юноармеец будет работать честно и качественно. Юноармеец никогда не возьмет взятку и не будет ее давать. Понимаете? То есть, вот такой лейб-мотив. То есть, мы стараемся воспитать из наших детей то самое лучшее, что есть в самих нас. Поэтому юноармеец это отражение самых наших лучших мечтаний и желаний по судьбе наших детей. Если вы сейчас вдохновили многих родителей для того, чтобы они захотели прямо сейчас отдать своих детей в юноармию, куда им нужно обратиться? У нас в каждом муниципальном образовании есть местный юноармейский штаб. Где-то его найти трудно, где-то его найти полегче. Можно сразу обращаться в управление образования города или района, в котором находится тот или иной ребенок. В Симферополе ситуация еще более интересная. У нас здесь есть Крымпатриотцентр, государственное бюджетное учреждение, которое курирует это направление. То есть, можно обратиться и в управление образования, можно и в Крымпатриотцентр. Сайт у него есть. И, собственно говоря, на базе этого учреждения развивается региональный штаб движения. Поэтому управление образования, директор школы или местный муниципальный штаб юноармии в социальных сетях всегда мы можем найти информацию об этом. Спасибо огромное. Да, действительно, обязательно, я думаю, мероприятие, это будем освещать 5000 детей. Постоянно ездим, честно говоря, на съемки. Вот недавно был в Лазовском интернате. Недавно из Перми вернулись победители, потому что заняли второе место. Юноармия, я скажу, как минимум, это очень весело, и когда внутри находишься, потрясающая атмосфера. Ну, а нам пора двигаться дальше. Давайте посмотрим, какие же новости в крымском сегменте всемирной паутине наши корреспонденты подготовили. Симферополь. Пересечение Севастопольска и Крылова. Велосипедист, видимо, решил, что он не участник дорожного движения, и светофор для него не указ. В этот раз ему повезло, никто не пострадал, но крепких слов было высказано немало. Водитель красного авто совершает очень странный маневр. Желание объехать пробку заставило пересечь сразу три полосы. В комментариях склоняются к тому, что у таких водителей права надо забирать. Есть и те, кто заступился. Аргумент? Маневр был плавным и никому не навредил. Активно в социальных сетях обсуждает пожар вблизи поселка Иванов, в Касакского района. Горели камыши. Пришлось ограничить движение. По мнению пользователей, в этом районе возгорание каждый год. Но трагедии из этого делать не стоит, ведь камыш растет достаточно быстро. Трасса Таврида. О чем думает водитель Газели, совершая обгон в запрещенном месте, загадка. Судя по табличке, регистратор установлен в маршрутке. Боковые зеркала разбиты, но лобового столкновения удалось избежать. Известно, что в России две беды. И обе представлены на этих фото. Куда деться пешеходам? Остается только выходить на проезжую часть. Так отремонтировали дорогу в одном из дворов Севастополя. Гневных комментариев немало. Но стоит заметить, что латают дыры не профильные службы, а сами жильцы. Отсутствие спецтехники и битумной смеси вполне логично. Мусорная эпопея. Продолжение. Эти кадры сделаны возле одного из торговых центров Симферополя. В Алуште ситуация не лучше. Вот что осталось после ярмарки в центре города. Очень интересная новость, потому что такси теперь будет предоставлять клиенту не только имя и фамилию перевозчика, но еще и какие-то личные данные о том, где родился, когда пришел на работу, сколько мест работы сменил, отзывы от предыдущих клиентов, что, в общем-то, хорошо, потому что можно будет избежать водителя с плохими отзывами. Но и с другой стороны, это эра технологии, когда скоро совсем у тебя будет резюме, и если вдруг ты какой-нибудь скандальный человек, то ты вряд ли найдешь себе работу, даже таксистом, потому что все будут знать о том, что с тобой лучше не связываться. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, скандальные люди все равно люди, и они будут, как бы там ни было, потому что у всех характеры разные, нравы тоже. А будет ли там такая замечательная графа кличка питомца? Я думаю, что нет, но у нас есть замечательная графа, мы рассказываем о самых классных животных из приюта, которые мы предлагаем взять вам домой. И сейчас именно она. Перед вами небольшая симпатичная охранница. Зовут Тигруля. Ласковая, дружелюбная собака. Звоните. Тигруля привита, стерилизована. Телефон. Плюс 79-78-863-11-03. Вот решили вы все-таки Тигрулю забрать, да? И где гулять-то? Где гулять? Так вот, знаете, что если вы живете на территории Севастополя, то в районе бухты Омега создадут целых два новых парка. И для этого уже новые два земельных участка в районе бухты общей площадью около двух гектаров изъяли в муниципальную собственность. Вот так. Раньше эта земля была чья, так как-то ее раздали, говорят, еще в предыдущее время, я бы так это озвучил. И вот говорят, что обратно в собственность взяли, поскольку это было сделано незаконно. И не пугайтесь, что просто так забрали эту землю, а действительно сделают какие-то два парка. и я думаю, все будут гулять, всем будет весело, всем будет хорошо. Действительно есть где разгуляться, и с собакой, и без. Можно же просто действительно приезжать в Севастополь. Не только севастопольцам и наслаждаться новыми парками, потому что совсем недавно там же был построен, да, реконструирован. И действительно мы смотрели кадры, это очень интересная затея, и очень здорово, что в нашей республике появляется много и очень красивых, и хороших парков. Ну, еще расскажу, то, что республика, и в частности Севастополь, вот Севастополь действительно лидер по этому показанию. Число ответственных плательщиков по кредитам 2018 года Севастополь на первом месте. Представляешь, там практически нет людей, которые решили кредит немного отложить. А на самом деле, знаешь, почему? Почему? А, ладно, хорошо, расскажу, на каком месте республика Крым на пятом месте. Очень неплохой показатель. Но, тем не менее, в том году она была со второго на четвертое место, извините. На четвертом месте Крым, я уже еще ниже. Итак, на четвертом месте республика Крым, а в том году была на втором. Говорят, почему? Да потому что кредиты взяли-то люди относительно недавно. И даже если платеж был какой-то просрочен, то просто еще кредиты, кредитные учреждения не успели вот эти все волокиты бумажные сделать, чтобы вынести людям вот эти постановления, что вот они такие плохие, не платят по кредиту. То есть просто еще времени прошло. Поэтому, возможно, возможно, хотя нет, ну хочется верить ведь, хочется верить. Хочется верить, что люди не будут брать кредиты, потому что у них будет хватать их средств на все остальное. И даже на солнцезащитные очки, потому что очень скоро они вам пригодятся. О том, как же их выбрать и что это такое, расскажет наш корреспондент. Сложно представить жизнь современного человека без такого стильного и удобного аксессуара, как очки. Образ дополнит, бессонные ночи скроет, ну и, конечно, глаза от солнечных лучей защитит. Неудивительно, что создать нечто подобное пытались еще в древности. Первый похожий предмет археологи нашли в гробнице Тутанхамона. Тонкие спилы изумруда соединялись между собой бронзовой пластиной. Римский император Нерон использовал лорнет, чтобы в погожий день можно было увидеть происходящее на боевой арене. В Китае судьи пользовались изделием из ткани, коры деревьев и металла с узкими прорезями. В наше же время ассортимент солнцезащитных очков до неприличия широк. Оправы, цветные линзы, формы и модели. Свой вариант может подобрать даже самый изыскательный клиент. Мне больше нравится квадратный. Мне идут авиаторы. И нравится, честно, авиаторы. Вот такие. Мне в форме кошечки. Уже не одно десятилетие солнцезащитные очки пользуются популярностью и у звезд Голливуда. В 30-х годах 20-го века в моду вошли авиаторы. Линзы изящной каплевидной формы в тонкой металлической оправе. Их форма ассоциируется с летчиками начала 20-го века. Тишейды, напротив, круглые. Их было проще всего вырезать. Вторую жизнь им подарил певец Джон Леннон, после чего их стали называть Ленноны. Кошачий глаз и бабочка с приподнятым внешним углом любимая форма Мэрилин Монро и Софи Лорен. Умение правильно подобрать очки тоже искусство, ведь сегодня они служат не только для защиты от солнечных лучей, но и являются элементом стиля. В сезоне весна-лето 2019 модными становятся крупные очки оверсайз. Причем форма может быть самой неожиданной от ромба до сердец. Особенно популярны экземпляры на пол лица. Цвет линз тоже можно подобрать по вкусу. Дизайнеры проявили свою фантазию, изменив привычную нам форму, сделав тонкие, изящные, круглые очки с линзами градиентными, амбре. Хитом этого сезона стали синие и голубые линзы. Также очень модные очки-авиаторы их еще называют каплями. При выборе солнцезащитных очков нужно обратить внимание на процент светозащиты. Он должен быть не более 50. Если стекла будут темнее, глаза начнут слезиться и болезненно реагировать на свет. Любые очки, тем более светозащитные, должны быть хорошо сидеть, они не должны давить на нос, они не должны давить на уши, не должны давить на виски. Есть такие очки, как антибликовые, для водителей, желательно эти очки одевать в сумеречное время. Вред глазам солнце может причинить из-за ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Эти лучи провоцируют различные заболевания глаз от повреждения хрусталика до онкологии. Поэтому, покупая аксессуар, стоит подумать о здоровье. Если для одних солнцезащитные очки часть имиджа, то для других неотъемлемый атрибут экипировки многих профессий. Пилоты, полярники, сварщики или альпинисты, подбирая очки для любой экипировки, нужно учесть десяток деталей. Например, водительские не только защищают от мощного света фар других автомобилей, но и не дают ультрафиолетовым лучам ухудшать обзор дороги. Благодаря им картинка получается четкой и яркой. Солнечные очки вещь универсальная. Они предотвращают появление морщин. И это не только потому, что ультрафиолетовые лучи негативно влияют на тонкую кожу вокруг глаз, но и просто потому, что мы меньше щуримся. Ксения Шарапановская, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Очень важно проверить, чтобы очки были действительно качественными, потому что это ваше зрение, это один из самых главных органов восприятия, поэтому проверяйте обязательно, чтобы не искажался пол, когда вы наклоняете голову, для того, чтобы солнце действительно отражалось, потому что бывают очки, которые просто покрыты темной пленкой, но при этом от солнца совсем не спасают. Я вот подумал, если я буду щуриться к концу эфира, у меня появятся морщины или нет? Они у тебя уже, по-моему, появились. Ну, мозга больше точно не прибавится. Так, все, хорошо, хватит щуриться, друзья. Пора переходить, переходить, пора передавать слово нашему корреспонденту. Салия Салямова находится на улицах Симферополя и расскажет нам, что там сейчас происходит, доброе утро. Доброе утро, Крым! Доброе утро, полуостров! Хочу сразу всех поздравить с началом Масленицы. Сегодня, как вы знаете, в масленичном календаре второй день, который называется Заигрышем. Я думаю, что название говорит само за себя, но в этот день принято было веселиться, радоваться и, конечно же, есть как можно больше блинов. Правда, пока что до четверга отмечается Узкая Масленица, а вот после 7 марта уже будет широкая. Это значит, что как раз таки с четверга надо будет уже как можно больше есть и можно как можно больше гулять. Но что еще говорят приметы о Масленице? В этот день, в день заигрышей, надо было молодым людям кататься с ледяных горок. Горки строили достаточно высокие, до 300 метров, такие, чтобы аж дух захватывало. И когда скатываешься с такой горки, считалось, что кто дальше проедет, тот будет весь год жить богато и счастливо. Но в Крыму, как вы видите, это, к сожалению, невозможно. Не покатаешься на горках, хотя, возможно, на перевале или на Альпетре и можно найти немного снега. Но, кстати, если говорить о погоде, сегодня достаточно холодно, поэтому перед тем, как будете выходить на работу, постарайтесь утеплиться. Вот, например, как это сделала я, потому что сейчас минус 1 градус, к счастью, уже небо мы видим светлое и сегодня ожидается даже солнечная погода. Синоптики говорят, что будет плюс 12, но, если честно, в это как-то слабо верится, потому что уж очень холодно на улице и руки буквально моментально замерзают. Поэтому мой вам совет, конечно же, старайтесь надеть как можно больше одежды, чтобы сегодня не замерзнуть. Но вот такая вот синоптическая картина от меня вам небольшая. Друзья, желаю вам хорошего настроения, желаю вам, чтобы этот день у вас начался легко и продуктивно, а встретимся уже через полчаса и расскажу еще больше интересной информации. Спасибо огромное, спасибо большое. Ну, между прочим, встретимся-то мы не через полчаса, буквально через несколько секунд, потому что специально открыли веб-камеру, которая направлена на Екатерининский сад и прямо сейчас мы можем наблюдать, действительно, вот Слея Сальямова ходит там, находится. Я так понимаю, небольшая задержка есть в видеотрансляции? Не все корреспонденты нас раскусили, что мы за ними в прямом эфире наблюдаем вместе с вами на протяжении каждого утра. И вот, да, Салья, а может быть, она просто решила снять селфи удачное? И мы сейчас наблюдаем за этим. Возможно. Вообще, какая неловкая ситуация, представляешь, если человек стесняется селфи, а его в этот момент вот так вот транслируют на весь Крым. Нет, все, мы видим, что Салья дальше отправилась и узнаем, что же будет у нас следующее, какая же следующая точка. Ну и нам пора перемещаться, показывать вам следующую веб-камеру. Ну что, спрошу тебя, Алис, Керчь или Севастополь? Куда будем? Давай Севастополь. Мы сегодня о нем говорили о том, что там очень много парков, о том, что там действительно изменения видны. И вот мы туда и отправились. Да, Севастополь вот у нас есть. Это площадь Нахимова. Солнышко встает. Какой красивый рассвет. Действительно, очень красиво. И оживленно достаточно. Ну мы понимаем, да, что это одна из таких транспортных артерий. в Севастополе, потому что морские трамвайчики приходят, да, сюда, сети, причалы, все это очень организовано, правильно. В связи с этим, я так понимаю, действительно такое большое количество людей. Ну и перемещаемся к Керчи. Мы прямо сейчас. И так... А в Керчи, посмотри, не так радужно, как у нас. И как в Севастополе. Но выставка работает. Вот что я заметил. Да, но а солнце там почему-то не работает. Солнце не работает. Солнце, ну встанет, все нормально будет, все хорошо, все случится. Но выставка, посвященная пятилетию Крымской весны в Керчи работает. И мы можем это наглядно посмотреть. Ну вот давайте еще посмотрим, где обычно у нас красивые рассветы. А нет, мне уже подсказывают, что пора перемещаться далее по волнам нашего эфира и узнать, какая же погода нас ожидает сегодняшний день. Крымская весна. Крымская весна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Погода весенняя, но пейзажи у нас, друзья, еще зимние. Ну, расскажу еще, что у нас интересного в Симферополе произошло. Так вот, двухмесячный карантин объявили из-за случая бешенства домашнего кота. Ты представляешь, в районе парка Шевченко, да, нашли кота, домашний кот еще и бешеный оказался, бешенством заболел. Так вот, говорят, что в радиусе километра от указанного дома. Что означает карантин? Установлены ограничительные меры на торговлю домашними животными на территории, вывоз за пределы карантина собак и кошек, проведение выставок собак и кошек, выгул и на таску собак. Ну, действительно, серьезный повод. Будем искренне надеяться, что этот случай будет единственным. Было бы хорошо, если бы его не было, но раз уж так случилось, будем надеяться, что это никуда дальше не распространится. Ну, а сейчас самое время нам все-таки выйти за пределы Симферополя. Наш корреспондент побывал в путешествие, сейчас вам все подробно расскажет. Клиновка в Симферопольском районе маленькое поселение в родниковой балке, спрятанное в горно-лесных чащах. До войны здесь жили греки. Упоминание о Клиновке можно найти в камеральном описании Крыма XVI века. По последней переписи в селе числится 135 жителей. Село красивое, видите, находится где. По старинным обычаям оно расположено, как видите, как в переводе называется, золотое донышко. Почему Клиновка сейчас называется? В этом селе, когда улетают журавли, здесь собирается в клин. При въезде в поселок Клиновка нас встречают довоенные, сделанные из глины дома. По соседству с жилыми домами заброшены, закрытые на замок двери, при этом полуразрушенные стены и дырявые крыши. Судя по всему, дом лепили из того, что было. В ход шли палки, камни и глина. И таких домов по поселку великое множество. Все не помнят свои лучшие времена и ждут, когда все вернется на круги своя. В некоторых, даже ветких зданиях, установлены железные двери. Опустившее жилище, которое уже нельзя использовать по своему назначению, покинули хозяева, оставив в доме мебель. Но, как оказалось, местные свое село любят. Многие возвращались в отчие дома, переезжая из других регионов страны. Налаживали быт в тихой деревенской обстановке. Я здесь родилась, училась, жила в городе. Четверо деток у меня, многодетная мама. Вернулась сюда. Здесь жили мои родители, предки. Там вот за этим домом, там тоже. Папа у меня грек, мама русская. Поэтому я сюда вернулась, восстановила дом. Когда-то на холме возвышалась церковь Георгия Победоносца, издревле особо почитаемого греками. Красивое здание, облицованное гранитом, венчали купола. Главной реликвией была икона с изображением святого. Сейчас от намоленного здания сохранился только фундамент из плотно подогнанных известняковых плит. Здесь была церковь, давно старая, очень старинная церковь. Со временем все это разрушилось, со временем все это самое. Сейчас мы хотим ее восстановить, эту церковь, хотя бы сделать часовню. Местные жители по возможности сами строят, восстанавливают и облагораживают родное село. За этим селом присматриваем, стараемся, чтобы что-нибудь было для него. Стараемся, чтобы там детскую площадочку сделали, небольшой магазинчик поставили. Огород, хозяйство и подворье. Зачастую горожане даже не представляют, сколько труда нужно, чтобы вырастить даже одну грядку картошки. А тут целая деревня преображается. Я просто радуюсь, когда здесь кто-то, чтобы село поднимали. Я когда еще была помоложе, я хотела здесь поднять. Тут же один из самых почитаемых источников в окрестностях Симферополя. За водой сюда каждый день приезжают с разных уголков полуострова. Источник этот очень древний, очень древний. Откуда он берет исток, мы так точно и не знаем. Но он был здесь всегда. Под холмом у ручья виден коптаж источника, часовинка с двускатной крышей. Раньше сюда на водопой приводили домашний скот. Долгое время это место оставалось неухоженным. Приковывает внимание и старая метка партии крымских водных изысканий 1916 года с индивидуальным номером родника. А эти леса, окружающие Клиновку, места воинской славы. Во время Великой Отечественной здесь шли ожесточенные бои. Это исторические места, партизанские места. На нашем кладбище похоронены партизаны, которые здесь погибли. Чистый воздух, природная красота, разнообразие ландшафтов, леса, водоемы и местные жители радушно встречают приезжих. Посмотрев на это все, хочется верить, что это село, да и другие подобные, в скором времени вновь станут местом, где захочется провести всю свою жизнь. Ольга Литвиненко, Анатолий Ягеев, утро нового дня. Ну что ж, 8 часов, на часах мы к вам вернулись. И если вы смотрели наш первый час, то вы знаете, что в Керчи уже есть выставка, есть она и в Симферополе, и поэтому наши корреспонденты об этом хотят рассказать в своем сюжете, потому что они предоставили, хотя они собрали, побывали на выставке, и сейчас об этом подробно расскажут, потому что живую фотовыставку достижений Крыма представили в Симферополе. Итоги первой российской пятилетки Крыма в кадре. В Симферополе представили фотовыставку достижения республики после воссоединения с Россией. Для пользователей смартфонов стенды оживают. Как это работает, подробности расскажет и покажет Артем Артеменко. Каждый кадр на этом стенде это современная история республики Крым. Вот так формировалось ополчение, потом появились вежливые люди, референдум и историческое пописание документа о воссоединении Крыма с Россией. Потом, конечно же, строительство Крымского моста, успехи в строительстве трассы Таврида Международного аэропорта Симферополь. Всего здесь представлено 40 стендов, демонстрирующие успехи этой невероятной пятилетки. Еще с памяти ничего не выпало. Приятно смотреть? Конечно. Замечательно, мне кажется, можно посмотреть и окунуться в атмосферу Крыма в каждом моменте. Указаны самые главные объекты и мероприятия, проекты, которые есть в Крыму. Главное ношество выставки то, что теперь можно дополнить реальность. Достаточно раскачать на свой смартфон приложение, которое указано на стенде, установить его, запустить, навести на любой абсолютно стенд и посмотреть видеозапись. На каждом изображении зашифрован такой микрофильм о тех достижениях, которые были и которые сейчас есть. Эта выставка показывает наиболее яркие, наиболее масштабные. Такие выставки сегодня уже открываются не только на территории города Симферополя, а на территории всех наших 25 муниципальных образований. А вот еще один 41-й стенд, на котором изображены сразу несколько достижений республики Крым. Он оборудован специально для того, чтобы каждый желающий, придя сюда, смог сделать селфи. Саша, иди сюда. Артем Артеменко, Александр Смычек, новости 24. 5 тысяч к зарплате. В Симферополе работают над повышением престижа профессии учителя. Уже два года в столице молодым специалистам выплачивают дополнительные средства. А с 1 апреля стимулирующие будут получать все начинающие педагоги полуострова. Подробности в репортаже Елены Байрамовой. Педагог не работа, а призвание. В этом уверена Анна Ткачук. С детства знала, кем станет в будущем. Мечта сбылась. После окончания университета специалиста с отличным знанием немецкого языка сразу приняли в дружный коллектив 24-й школы Симферополя. За полгода девушка ни разу не пожалела о выборе профессии. Стимулирует меня вообще горящие глаза детей. Я каждый день с удовольствием иду на свою работу к детям. На данный момент у нас получают 9 учителей стимулирования надбавки к нашей зарплате. Молодые учителя часто собираются, чтобы обсудить рабочие моменты. Алена Заря преподает английский язык. Условия работы устраивают. Да, очень довольна. Особенно недавно ввели 2 года как такую программу, что молодым учителям дают надбавку. То есть глава администрации ввели. И поэтому нам как стимул дополнительный к работе. И плюс все равно приятно, что о нас тоже думают и заботятся. Мне очень нравится профессия. Я с самого детства мечтала стать учителем. Этому послужили примером мои родители. Поэтому выбор был очевиден. В сентябре в эту школу пришло 14 учителей. Молодые кадры здесь ценят. Теми, которые есть на сегодняшний день, довольны. Они творческие, они способные, они активные, дети любят молодых. Поэтому, конечно, это очень важно, чтобы молодые, умные, после университета со свежими мыслями, со свежими знаниями приходили в школу работать. Привлекаем мы их по потребности. И, конечно, очень рады, потому что кадров нам очень не хватает. Работать над повышением престижа профессии учителя администрация Симферополя начала с 2014 года. Приняли ряд специальных программ. Встречая зловое муниципальное образование, молодые специалисты рассказали о своих планах, о том, чем они занимаются, о том, как они работают, над какими инновационными программами. Бюджетом города Симферополя тогда было по решению данной встречи предусмотрено выделение финансирования на поддержку молодым специалистам. Обязательное условие гражданство России и диплом об окончании среднего или высшего учебного заведения по специальности возраст до 35 лет. Программу по поддержке молодых учителей Симферополя приняли еще в 2017 году. На сегодняшний день в столице Крыма материальную помощь в размере 5000 рублей в месяц получают 200 педагогов. Министерство образования Республики продолжит работать в этом направлении. С 1 апреля по 5000 рублей дополнительно к зарплате получат молодые учителя и воспитатели детских садов, работники среднего профессионального образования всего полуострова. Ежемесячную помощь будут выплачивать в течение первых трех лет работы со дня назначения на должность. Кроме этого, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил с 2020 года выделять педагогам по миллиону рублей подъемных при переезде в сельскую местность. Елена Байрамова, Роман Ананьев, Новости 24. Действительно, когда профессия врача и учителя станет престижной и когда туда отправятся молодые специалисты, которые будут действительно хотеть работать в школе, работать в больнице и получать за это достойную плату, тогда изменится вся ситуация в целом. Я с тобой абсолютно согласен, да, действительно, невозможно, мне кажется, не согласиться, но все профессии нужны, все профессии важны и в частности это касается и сферы культуры, потому что там тоже, мне кажется, можно еще повышать, почему бы нет. Там работают люди для души, для того, чтобы вы приходили и получали удовольствие. А куда вам сходить и отправиться, мы расскажем прямо сейчас. Сегодня в Крымском Академическом Русском Драматическом Театре имени Горького комедия «Брачный контракт». Подготовка к свадьбе идет полным ходом, пока вдруг не оказывается, что для жениха и его матушки важен брачный договор, в котором указана законность рождения дочери. Документ, естественно, потерян, но непонятно, был ли он. Вместе с бумагой персонажи ищут «И давно потерянную любовь». Комедия от классика израильской драматургии Ефраима Кишона «Начало в 19.00». Также в этот день на камерной сцене подмосковная танго. У антиквара Виктора Сергеевича есть все. Успешный бизнес, роскошный дом, богатство, но нет самого главного. Понимание, для чего все это. Жизнь главного героя меняется после того, как он начинает поиск смысла бытия. «Начало в 19.00». Завершающая часть мультфильма фэнтези «Как приручить дракона 3» уже на киноэкранах. В городе мирно живут викинги и драконы, пока там не появляется профессиональный охотник, который обещает истребить всех фурий. Картина ориентирована на детскую аудиторию, но даже взрослому зрителю сложно удержаться от скупой слезы. Теплая и душевная атмосфера обеспечена. Сеансы идут преимущественно в утреннее время. Также в этот день на киноэкранах военно-исторический фильм «Тобл». Приключенческая история о молодом офицере. По заданию царя он отправляется в столицу Сибири, где ему и предстоит встретить настоящую любовь и столкнуться с интригами и заговорами против себя. Фильм динамичный и зрелищный. Дуэт в исполнении Андрея Бурковского и Агаты Муцинеица мало кого оставит равнодушным. Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. Да, но для того, чтобы отправиться на любое мероприятие необходимо заправить автомобиль топливом. А вот какая же цена на сегодняшний день на рынке полуострове? Об этом я вам и расскажу. Газ стоит 27 рублей 96 копеек, дизель 51 рубль 31 копейка, 92-й бензин 47 рублей 21 копейку стоит литр. На данный момент 95-й 50 рублей 35 копеек, а 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Вот такая цена у нас есть на данный момент. Надеемся, что она будет только, конечно же, снижаться. Мне кажется, без этого никуда. Необходимо, необходимо нам это. Так вот, расскажу, что у нас происходит в Красноярске. А у нас сейчас ничего не происходит, потому что еще не начались соревнования. Но вчера был день настолько продуктивный. И снова-таки озвучу, что у нас по медальному зачету Россия на первом месте. Россия на первом месте, причем с таким огромным просто отрывом. 29 медалей. Всего 9 золотых. 11 серебряных, 9 бронзовых. И мы отрыв какой-то колоссальный. Следующее место Австрия занимает. Две медали. Беларусь. Тоже две медали, но обе золотые. Молодцы. И на четвертом месте Швейцария. Одно золото, два серебра и одна бронза. Красноярск. До 12 марта все это, весь этот праздник продлится. И надеемся, что Россия не упустит лидерство в медальном зачете. А самое главное, что все-таки это праздник студентов. И главное, чтобы он был по-настоящему удачным. Ну, а что касается мира финансов, об этом я вам расскажу прямо сейчас. Итак, на данный момент доллар стоит. Центробанк дает нам такой курс 65 рублей 79 копеек, а евро 74 рубля 74 копейки. Доллар падает, евро падает, рубль растет. Это уже хорошо. Ну, я все-таки поражаюсь, честно говоря, с наших спортсменов. Как им это удается, особенно студентам. Там время-то наоборот должно быть для того, чтобы погулять по городу, как-то встретиться. Может быть, просто им пообещали, что если они привезут как можно больше медалей, то им поставят все зачеты автоматом. И у них есть хороший стимул. Я думаю, стимулируют наших студентов. И я думаю, что просто и жажда победы тоже их дополнительно стимулирует. А может быть, там просто президент находится, и он обычно с победителями общается. И тоже отличный стимул победить для того, чтобы пообщаться, а потом действительно преподавателю сказать, да нет, я не прогуливал, я был на универсиаде, вот у меня есть фотография с президентом, например. Они говорят, а, все, ладно, тогда зачет 5, молодец. У нас 15 марта планируется очень много мероприятий, и начинается очень важное событие для Симферополя. Двухмесячник, очистки, благоустройство и прочее. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства. В этот период на территории будут проводиться субботники, участие в которых примут коллективы предприятий, волонтеры, работники администрации и неравнодушные жители города. Поэтому вы можете присоединиться, если вдруг у вас есть желание сделать Симферополь лучше. Также, естественно, помогает муниципальное бюджетное учреждение «Город». Они, естественно, ежедневно подметают тротуары, подбирают случайный мусор на 126 улицах крымской столицы. Дворники работают в 18 городских парках и скверах. Я думаю, что вы обратили внимание, что действительно с приходом весны стало бросаться в глаза, что каждое утро в 5 утра работают дворники, на каждой улице подбирают мусор, просто вручную выбирают какой-то мелкий мусор, крупный мусор, естественно, сметают. И везде действительно по ночам сейчас стоят мешки с мусором, которые приготовлены для того, чтобы утром это все утилизировать. А еще я заметил новую технику, действительно, в 2018 году появилась. Такие машины-пылесосы, они высасывают всю эту грязь. Ну, честно говоря, город стал гораздо чище, особенно это после зимнего периода заметно, когда посыпались обильно дороги, и видно, что их действительно убирают. И вот час земли. Экологическая акция совсем скоро состоится. Совсем скоро, это 30 марта. И в Москве говорят, да, мы уже точно будем присоединяться к этой акции. Пока, что касается полуострова, информации у нас нет. И вот с 20 часов 30 минут до 21.30, то есть час, да, многие здания, учреждения государственные будут выключаться подсветкой и так далее. Ну и вообще вот в этот момент жители, в том числе, я думаю, будут присоединяться к акции, будут как можно максимально экономить электричество. Ну, в принципе, да. До 30 марта у нас есть время подготовиться, да и просто можно каждый день действительно экономить и воду, и свет, когда это действительно можно сделать, не утрудняясь, особо не заморачиваясь, а очень просто и легко. На сейчас самое время узнать, какие же новости интернета крымского сегмента подготовили корреспонденты. Симферополь. Пересечение Севастопольска и Крылова. Велосипедист, видимо, решил, что он не участник дорожного движения и светофор для него не указ. В этот раз ему повезло, никто не пострадал, но крепких слов было высказано немало. Водитель красного авто совершает очень странный маневр. Желание объехать пробку заставило пересечь сразу три полосы. В комментариях склоняются к тому, что у таких водителей права надо забирать. Есть и те, кто заступился. Аргумент? Маневр был плавным и никому не навредил. Активно в социальных сетях обсуждает пожар вблизи поселка Ивановка Сакского района. Горели камыши. Пришлось ограничить движение. По мнению пользователей, в этом районе возгорание каждый год. Но трагедии из этого делать не стоит, ведь камыш растет достаточно быстро. Трасса Таврида. О чем думает водитель Газели, совершая обгон в запрещенном месте, загадка. Судя по табличке, регистратор установлен в маршрутке. Боковые зеркала разбиты, но лобового столкновения удалось избежать. Известно, что в России две беды. И обе представлены на этих фото. Куда деться пешеходам? Остается только выходить на проезжую часть. Так отремонтировали дорогу в одном из дворов Севастополя. Гневных комментариев немало. Но стоит заметить, что латают дыры не профильные службы, а сами жильцы. Отсутствие спецтехники и битумной смеси вполне логично. Мусорная эпопея. Продолжение. Эти кадры сделаны возле одного из торговых центров Симферополя. В Алуште ситуация не лучше. Вот что осталось после ярмарки в центре города. Ну что ж, а сейчас самое время все-таки связаться с Салей Салямовой, которая обещала нам вернуться. И вот она уже наверняка у нас на связи. И мы спросим у нее, как у нее дела и как обстановка в городе. Доброе утро, Саля, еще раз слышишь ли ты нас? Рассказывай, что интересное у тебя есть. Доброе утро, Крым! Доброе утро, полуостров! Я сейчас нахожусь на Павленко. Один здесь началась ярмарка, приуроченная к Международному женскому дню. Поэтому, если вы еще не успели сделать свои подарки, приезжайте именно сюда. Здесь вы можете приобрести очень много чего полезного и вкусного. Но давайте подойдем к некоторым лоткам. Вот, например, мы видим, что здесь есть, подсказывают, крымские устрицы. Это правда крымские устрицы? Скажите, пожалуйста. Это мидии. Ой, мидии, мидии, прошу прощения. Да, конечно же, это крымские мидии мы сейчас видели. И здесь можно приобрести даже цветы. Доброе утро, скажите, пожалуйста, в какую стоимость ваши цветы? 200 рублей. 200 рублей, а как называются эти цветы? Цикламены? Цветы называются цикламены. Всего лишь 200 рублей. Я думаю, что букет роз обойдется намного дороже. А здесь мы видим мясную продукцию. Здравствуйте, скажите, как торговля идет? Нормально. Нормально, хорошо идет. Покупают уже с утра? Да. А вы будете до скольки здесь работать сегодня? До двух часов. Вот, до двух часов сегодня будет работать ярмарка. Доброе утро, подскажите. А это все продукция крымская или... Все крымская. Вот свежая зеленушечка. Ага. Зелень, морковка, свокла, лук. Все это из крымских огородов. Ну, а здесь есть сладости. И вот для себя я присмотрела такой интересный орех пекан. Правильно он называется пекан? Да. Если можно, я покажу, как он выглядит. Вот, вот такой орешек. Скажите, а как его есть надо? Ему идет специальный ключ. Можно, да? Продемонстрируйте нам, пожалуйста. Вот такой железный ключ. Ага. И как это происходит? Каждый орешек надпилен. Вставляется сюда ключ и вот так открывается. Давайте вас угощу. Давайте. А какой он на вкус? Вкус у него... Ну, у каждого как бы свой вкус. Вот так выглядит этот... Какой он на конфеты Рафаэль. Ух ты! Ммм, очень вкусно. Очень, правда. Так что советую вам приехать на ярмарку. Сегодня она будет работать до двух часов дня. Здесь вы можете купить много вкусной продукции. И, конечно же, порадовать своих любимых. Не только 8 марта. Коллеги. Спасибо, Салечка. Видим, как ярко светит солнце. Еще ярче светит наш корреспондент, которая сама на себе проверила вкус этого орешка. И всем советует отправиться туда, потому что там крымские производители подготовили для вас действительно что-то вкусненькое. Ой, аж захотелось, захотелось. Ну, да, интересный орех. Я думал, что Макадами он называется. Ну, видишь, много названий. Я так понимаю, что, в принципе, мы не сильно избалованы с детства, поэтому знаем грецкий орех. Орех, который едят слоны, как он называется? Нет, слоны едят кокос. Слоны едят... Арахис. Арахис он называется. Арахис. Поэтому на этом, в принципе, и семечки мы знаем. Поэтому на этом наше познание в экзотических сортах орехов закончилось. А вот, кстати, один мужчина решил провести исследование и исследовать экзотические сорта женщин. И он это решил сделать по маникюру. Он решил определить, какой человек. Он проводил свое исследование с 2018 года. У него вышла маленькая брошюрка, которая всего из шести страниц. И он попытался предупредить мужчин о том, что по маникюру можно судить о женщине. Например, то есть, изначально, как он решил предупредить мужчин? Устал ухаживать за неподходящей девушкой? Только что понял, что твоя девушка псих. Хочешь же знать, какие признаки помогут тебе это выяснить? Моя новая книга «Ногти с первого взгляда помогут тебе». 26-летний мужчина описал, что яркие, зеленые, кислотно-желтые, красные и другие цвета представляют опасность. Он говорит, убедитесь, что у вас есть медицинская страховка и что вы застраховали свою жизнь. Пошутил он про девушек с ярко накрашенными ногтями. Он даже пытается по форме ногтей определить их характер. И так, например, говорит, что если у нее длинные красные ногти заостренной формы, которые очень сильно и ярко выделяются на фоне всей женщины, это что она не нуждается в мужчине. Возможно, у нее бывший парень в тюрьме будет драться, пока не умрет. А про обладательниц французского маникюра он сказал, что любит пряные тыквенные латы, маски для лица и не знает, как танцевать тверк. Но, опять-таки, он отдает предпочтение нюдовым цветам, как и все мужчины, и очень боится всех агрессивно накрашенных каких-то ярких расцветок и очень сложных дизайнов. Весь этот секрет в том, что девушки и женщины, они просто один день так накрасились, другой так. Поэтому, мне кажется, на самом деле это зависит просто настроение какое, а не то, что характер и так далее. Очень здорово, что ты это понимаешь. Очень жаль, что это не понимает этот мужчина. А взял он, например, знаете, Скабоу? Дело в том, что в июне 2018-го ученые из Университета Торонто выяснили, как определить нарциссы по внешности. И они сказали, что люди с густыми и широкими бровями страдают ярко выраженной формой нарциссизма. Я не знаю, какие у меня брови, но я еще... Именно такие. Ой, друзья, брови мои. Но я знаю, что вот ногти, какие у Бабы Марты, нам неизвестно, потому что ее сожгли. А вот как это было? Давайте узнаем прямо сейчас. Частито Баба Марта! Так болгары поздравляют друг друга с самым ярким национальным праздником Баба Марта, символизирующий приход весны. Колоритные танцы, амулеты, сделанные вручную, прыжки через костер и, конечно же, древние обычаи. Не бывает такого времени, когда бы культуры и традиции были не важны. Это важно делать вчера, сегодня и завтра. Мы вовлекаем в это дело молодежь, наших детей. Они участвуют, принимают эти традиции. Эти традиции дарили нам наши бабушки и деды. Это передавалось из поколения в поколение. Мы делаем то же самое. Празднование первого дня весны – одна из самых старинных, уважаемых и почитаемых традиций Болгарии. Баба Марта – это и название праздника, и мифический персонаж. По поверьям, она младшая сестра января и февраля. У нее просят милости, верят, что главная героиня прогонит зиму и укажет дорогу весне. По преданиям, эта дама подвержена частой перемене настроений. Может быть и похмуриться пасмурной походой, может улыбнуться и засветить солнышко. То есть всегда 1 марта бывает изменчивая погода. Но мы ее задабриваем танцами, задабриваем мартиничками. Непременный атрибут праздника – мартыница. Небольшая игрушка украшений из красных и белых ниток. Амулет – знак уважения к бабе Марте. Символ весны прикрепляют к деталям одежды или повязывают на руки. А при виде первого аиста мартыницы вешают на деревья, загадывая желания. Чтобы год был плодородным, радостным, счастливым и удачливым. А этот плодородный год означает, что сейчас начинаются весенние работы, все двигается с места, все оживает. Природа приносит нам радость, благодать. Их поднимает хорошее настроение. По древним обычаям праздник завершают костром, в центре которого – горящее чучело бабы Марты. Пусть вместе с весной придут нам радость, счастье. Но сжигают не для того, чтобы разозлить. Так призывают теплую весеннюю погоду. А прыжки через пепел, оставшийся после сожженного чучела, символизируют обряд очищения. Сярия Абляева, Алексей Семенов. Утро нового дня. Соломенный маникюр у бабы Марты успела заметить. Ну, все. В следующем году снова будет. Впрочем, кстати, очень много мужчин очень благодарили этого исследователя женских ногтей. А многие женщины стали отправлять ему фотографии своего маникюра для того, чтобы он описал, какой же ее характер. Потому что, видимо, им понравилась эта игривая и шутливая форма, по которому он… Знаешь, что он исследовал так себе? Потому что опросил там всего 20 друзей и 10 незнакомцев мужского пола. Вот он показывал им разные фотографии маникюра. И если несколько человек говорили одно и то же об определенном маникюре, он заносил это в книгу. В книгу, состоящую из шести страниц. Да, это называется хайпанул, я тебе так скажу. То есть, ну, в принципе, никакого такого действительно анализа глубокого не было. Ну, а ученые, умы великие работают над новыми операционными системами. В частности, вот Android новый. Говорят, там, скоро будет выходить и так далее. Знаете, что он еще не вышел, но хакеры его уже взломали. И об этом сообщил сам разработчик Джон Ву в своем твиттере. Он говорит, что действительно какая-то утилита, что-то там выложили. Я просто не программист, не понимаете все языки программирования. В общем, выложил он и показал в интернете, что да, действительно, уже есть способ взломать. И они будут пытаться как-то это все переделать для того, чтобы в дальнейшем это не повторялось. Ну, вот хакеры не дремлют. Да, еще не вышла программа, а уже как-то удалось им взломать. Но они зато помогают разработчикам держаться в тонусе, потому что они сразу на начальном этапе только разработки показывают те пробелы и места, в которых они допустили ошибку, для того, чтобы пользователи были защищены со всех сторон. И это очень здорово. Многие компании, например, делают специально награду для того, чтобы даже школьники проверяли эту программу и испытывали ее полностью во всех местах, чтобы не было никаких пробелов. Да, да, да. Вообще, интернет — это такая вещь опасная, коварная. Не сидите в интернете. Да нет, как-то невозможно. 21 век все-таки. Без интернета он действительно мало представляет. Ну вот, например, да, мы вам ежедневно даем подборку самых интересных новостей из всемирной паутине. Прямо сейчас, вашему взгляду, она и пристанет. А вот в жаркие деньки хочется побаловать себя мороженым. И как не потерять контроль, когда хитрый продавец никак не хочет отдавать заветный рожок. Герой видео стерпел оскорбления в первый раз, но затем не выдержал и вызвал обидчика на поединок. Надеемся, все закончилось мирно. А все, что хотел этот малыш — дать пять любимому гольфисту. Насколько же он был удивлен, когда обнаружил в своей ладошке мячик от спортсмена. Эти непередаваемые эмоции попали на видео. Поступок заслуживает уважения. Делитесь хорошим настроением с окружающими. Увлечение спортом — это, конечно, хорошо. Но порой это может отвлекать от реальной жизни и повседневных дел. Заботливый парень случайно выжиг прядь во время укладки волос своей девушки. Всему виной любовь к спорту. Главное — вовремя спрятать улики в карман. А вот при встрече с любимой группой и оттого сложно устоять на ногах. Так и случилось. Фанатка упала на сцену во время выступления. Участники коллектива не растерялись и поддержали девушку, присоединившись к ней прямо там, на полу. Что-что, поддержка и уважение дорогого стоят. Акула бывает кусачей только от жизни акульей. Сотрудник одного из океанариумов обходится со своими подопечными, как с домашними животными. На видео водолаз прочищает рыбепасть, а потом играет с ней, как с щенком. Не меньше любви и заботы получают и собаки, которых выгуливает герой этой подборки. В сети набирает популярная страничка профессионального выгульщика, который, как видно, любит четвероногих всем сердцем. Животные, судя по фото, отвечают ему тем же. Правильно, будьте добрее друг к другу. Что ж, уже наступила весна. Самая настоящая уже во многих регионах нашего полуострова расцвели подснежники. Поэтому мы пригласили гостя узнать, насколько незаконно их срывать. Да, у нас в гостях начальник департамента государственного экологического надзора, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и старший государственный инспектор Республики Крым Виталий Александрович Недоспасов. Доброе утро. Итак, мы постоянно озвучиваем то, что подснежники расцвели, нельзя, краснокнижные растения, нельзя действительно или можно? Расскажите все-таки. Очень интересный вопрос. Единственное, что я бы предложил все-таки расширить формат нашей сегодняшней утренней беседы, не просто подснежники, а первоцветы в принципе. Потому что у нас помимо подснежников еще ряд растений находится под особой охраной. Это и цикламен Кузнецова, это и шафран Крокус Палоса, это и ландыш майский, ну и в том числе подснежник складчатый, который повсеместно произрастает на территории Республики. То есть в принципе вот все первоцветы, которые мы можем наблюдать в лицо, они все в красной книге. Мы начали про подснежники, потому что очень часто мы их встречаем, несмотря на то, что есть запрет, но именно их мы особенно часто встречаем на улицах рядом с переходами и бабушки, и не только, все-таки торгуют ими во фрукле. Ну, к сожалению, да, приходится констатировать факт, что пользуются спросом популярностью это растение, и соответственно как бы повсеместно реализуются на территории полуострова. Однако как бы министерством принимаются все меры, направленные на охрану этого замечательнейшего растения. В частности проводятся рейды, рейды проводятся ежедневно, зачастую проводятся с присутствием, ну, при участии сотрудников МВД по республике Крым. Могу сказать, что в преддверии 8 марта такие рейдовые мероприятия будут с раннего утра до позднего вечера, и 8 марта будут сотрудники выходить, ну, будут приниматься все меры, предусмотренные законодательством. Ну, в принципе, да, понимаем, что покупать нельзя и так далее, но вообще вот выходные впереди, обещают хорошую погоду, люди обязательно отправятся на природу, и вот видят на поляну, красиво, действительно это очень красиво, подснежники. Нельзя даже чуть-чуть сорвать, или же может как-то необходимо определенным образом его сорвать, чтобы не испортить? Ну, федеральное законодательство здесь однозначно трактуется, запрещается вообще в принципе любая деятельность, которая влечет за собой снижение численности, угрозу гибели, исчезновения и так далее. То есть такая норма закреплена и седьмым федеральным законом об охране окружающей среды. Аналогичные нормы закреплены и в нашем республиканском законодательстве. Это закон Республики Крым о растительном мире, это закон Республики Крым о красной книге Республики Крым. Ну, могу озвучить, что предусмотрена ответственность, не только административная, но также и уголовная ответственность. Административная ответственность у нас в первую очередь предусмотрена статьей 8.35 КОАП РФ и статьей 4.1 нашего 117 ЗРК об административных правонарушениях. Но штрафы, как бы вы понимаете, это не самое главное. Самое главное это ущерб. Потому что, исходя из такс, утвержденных Минприродой Российской Федерации, стоимость при исчислении вреда вследствие уничтожения объектов растительного мира 300 рублей за один побег всего-навсего. При реализации таких объектов растительного мира сумма ущерба увеличивается на 150 рублей. То есть, уже будет составлять 450 рублей. Ну, непростая арифметика. В одном букетике 40-50 примерно единиц побегов. То есть, один букетик будет составлять ущерб 22,5 тысячи. И зачастую сталкиваемся с ситуацией, когда бабушки, о которых вы говорили, торгующие этими первоцветами, получают претензию о возмещении вреда на несколько миллионов рублей. Даже так? Да. Из-за этого, наверное, стоит задуматься, есть ли необходимость уничтожать и реализовать. А барьируется ли как-то наказание из-за объема, например, за один букет административное, за какую-то партию? Ну, приведу пример. Если будет, допустим, 300 букетов, то умножаем мы на количество побегов в каждом букете и умножаем на 450 рублей при реализации. Ну, соответственно, она в геометрической прогрессии растет. А что происходит с подснежниками после того, как вы изъяли их у торговца? Ну, изъятие происходит... У нас, как бы, в Конституции определено, что конфискация может быть только по решению суда. Соответственно, как бы, изъятые объекты растительного мира хранятся до принятия судом решения о дальнейшей их судьбе. И что с ними происходит после этого? Ну, как правило, все прекрасно понимают, что срок хранения этих объектов растительного мира, он достаточно незначительный. Они просто уничтожаются. А если в собственном полисаднике, например, растут те же подснежники, те же ландыши, как с ними быть? Тоже наказание или может все доказать? Федеральное законодательство не делает разграничений. Это был выращен объект растительного мира на приусадебном участке или в естественной среде? Из-за этого, как бы, стоит аккуратно все-таки относиться к этому вопросу. Да, интересно. Ну, а расскажите, вот, в лесу как выглядит поляна после браконьеров? Это нечто вот такое перемолотое или это тихонечко, может быть, срезают ножничками, да и незаметно, в принципе? Ну, разные случаи бывают. И первые, которые вы привели, когда аккуратно, достаточно бережно это все, но очень зачастую сталкиваемся с тем, что выкапывается вместе с луковицами. Ну, для дальнейшего уже выращивания на приусадебных участках. И, соответственно, это тоже ведет достаточно к сокращению численности. Ну, а если человек решил сорвать без луковицы, отрезать, это ущерб будет или нет природе? Я понимаю, что законодательство... Будет и административный штраф, и помимо основного наказания будет также ущерб рассчитан. Сейчас сколько уже случаев удалось предотвратить или все-таки поймать недобросовестных торговцев? Ну, в этом году было составлено порядка пяти протоколов, и сейчас в стадии административного расследования 12 возбужденных дел. Стало ли меньше таких событий после того, как за последнее время идет такой серьезный контроль? Ну, по статистике могу сказать, что такие факты снизились. Это отмечается не только министерством и также общественниками. Но, тем не менее, мы не останавливаемся. Мы видим, что в любом случае в переходах, в том числе и в Симферополе, реализуются эти объекты растительного мира. И мы будем продолжать эту работу. Остается немного времени. Самый важный вопрос. Вот купил ты, идешь, и тебя могут отшифровать? Абсолютно верно. То есть, что продавец, что покупатель? Ответственность на всех. И лицо, которое добывает, и лицо, которое реализовывает, и лицо, которое приобретает, это все пособники совершения правонарушения. Друзья, ну вот такие дела у нас. Я скажу честно, не так давно был в лесу, и подснежники. Действительно, это очень красиво. И я лично за то, чтобы смотреть за ними на природе. Потому что, ну, действительно, очень красиво, когда снег, подснежники, солнце, тем более, ожидает хорошую погоду. Поэтому давайте выбираться на природу, и там уже наслаждаться этими чудесными растениями. Ну, а сейчас самое время узнать, как раз-таки, какой будет погода не только выходные, но, скорее, сейчас. Нам нужно знать именно сегодняшний день. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Плюс 13, плюс 12. А меня все еще не отпускает тема подснежников. Вот скоро 8 марта, вот подарит тебе молодой человек подснежники, а ты становишься участником преступления. И зарплату всю свою дашь на штраф, и стыдно будет, и вообще как-то не очень получается. Не принимайте у этих злодеев. А ни в коем случае ни ладоши, ни подснежники, ни первоцветы, потому что станете пособником. То есть не принимайте... То есть я, если захочу второй половинке подарить, она должна... Конечно, сказать сам плати штраф. Не на тебе, гад такой, с твоими подснежниками. Выбери другие цветы. Вот. Да? Все, согласен. Все решено, все сделаем, все будет. Так, расскажу лучше о телевизоре. Это вообще вредная штука достаточно. И вот ученые говорят, что более трех часов в день вреден для здоровья пожилых людей. Телевизор. Начинается стремительно теряться острота ума и ухудшается память. Вот когнитивные способности действительно ухудшаются на 32%, если более трех с половиной часов каждый день смотреть телевизор. Такие вот исследования британские ученые провели. Ну, будем доверять или не доверять, я не знаю, потому что каждый день это как-то у них в диссонанс ходит, поскольку сегодня одно, а завтра другое скажет. Нет, надо более там 10 часов в день смотреть телевизор. Хотя мне кажется, что необходимо все в норме, да, держать. И сколько ты смотришь телевизор, сколько ты гуляешь на улице, тем более погода у нас такая хорошая. Ну и следить необходимо просто как минимум за своим здоровьем, и тогда уж точно вам ничего не грозит. Особенно если, например, на улице слишком солнечно, надеваться на защитные очки. Как их выбрать, расскажет наш корреспондент. Сложно представить жизнь современного человека без такого стильного и удобного аксессуара, как очки. Образ дополнит, бессонные ночи скроет, ну и, конечно, глаза от солнечных лучей защитит. Неудивительно, что создать нечто подобное пытались еще в древности. Первый похожий предмет археологи нашли в гробнице Тутанхамона. Тонкие спилы изумруда соединялись между собой бронзовой пластиной. Римский император Нерон использовал лорнет, чтобы в погожий день можно было увидеть происходящее на боевой арене. В Китае судьи пользовались изделием из тканей, коры деревьев и металла с узкими прорезями. В наше же время ассортимент солнцезащитных очков до неприличия широк. Оправы, цветные линзы, формы и модели. Свой вариант может подобрать даже самый изыскательный клиент. Мне больше нравятся квадратные. Мне идут авиаторы. И нравится, естественно, авиаторы. Мне в форме кошечки. Уже не одно десятилетие солнцезащитные очки пользуются популярностью и у звезд Голливуда. В 30-х годах 20 века в моду вошли авиаторы. Линзы изящной каплевидной формы в тонкой металлической оправе. Их форма ассоциируется с летчиками начала 20 века. Тишейды, напротив, круглые. Их было проще всего вырезать. Вторую жизнь им подарил певец Джон Леннон, после чего их стали называть Ленноны. Кошачий глаз и бабочка с приподнятым внешним углом. Любимая форма Мэрилин Монро и Софи Лорен. Умение правильно подобрать очки тоже искусство. Ведь сегодня они служат не только для защиты от солнечных лучей, но и являются элементом стиля. В сезоне весна-лето 2019 модными становятся крупные очки оверсайз. Причем форма может быть самой неожиданной. От ромба до сердец. Особенно популярны экземпляры на пол лица. Цвет линз тоже можно подобрать по вкусу. Дизайнеры проявили свою фантазию, изменив привычную нам форму, сделав тонкие, изящные, круглые очки с линзами градиентными, амбре. Хитом этого сезона стали сильные и голубые линзы. Также очень модные очки-авиаторы. Их еще называют каплями. При выборе солнцезащитных очков нужно обратить внимание на процент светозащиты. Он должен быть не более 50. Если стекла будут темнее, глаза начнут слезиться и болезненно реагировать на свет. Любые очки, тем более светозащитные, должны быть хорошо сидеть. Они не должны давить на нос, они не должны давить на уши, не должны давить на виски. И есть такие очки, как антибликовые, да, вот для водителей, которые... Желательно эти очки одевать в такое сумеречное время. Вред глазам солнце может причинить из-за ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Эти лучи провоцируют различные заболевания глаз, от повреждения хрусталика до онкологии. Поэтому, покупая аксессуар, стоит подумать о здоровье. Если для одних солнцезащитные очки часть имиджа, то для других неотъемлемый атрибут экипировки многих профессий. База, прием! Роб, где ты? Я на вершине вересок, я не знаю! Пилоты, полярники, сварщики или альпинисты. Подбирая очки для любой экипировки, нужно учесть десяток деталей. Например, водительские не только защищают от мощного света фар других автомобилей, но и не дают ультрафиолетовым лучам ухудшать обзор дороги. Благодаря им картинка получается четкой и яркой. Солнечные очки – вещь универсальная. Они предотвращают появление морщин. И это не только потому, что ультрафиолетовые лучи негативно влияют на тонкую кожу вокруг глаз, но и просто потому, что мы меньше щуримся. Ксения Шарапановская, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Соседство со Стасом Михайловым оценили в 7 миллионов рублей. На самом деле продают просто детскую квартиру, вернее, взрослую квартиру, в которой жил маленький Стас Михайлов. И она достаточно объемная по своим размерам. Она находится в Сочи. И, возможно, ее оценили настолько дорого только благодаря тому, что там жил звездный человек. И, кстати, оказывается, он занимает вторую срочку среди предпочтений россиян. Первого человека, которого обожают больше всех – это Филипп Киркоров. Второй человек – Алла Пугачева и Стас Михайлов. Они вместе взяли почетное серебро зрительских симпатий. Ну, это, конечно, касается только мира шоу-бизнеса. Так-то у нас первый человек, который все обожают, совсем другой. Я думаю, все понимают, о ком говорим. Но прямо сейчас предлагаю переместиться в мир собак. У нас есть замечательная собака по кличу. А раз не буду ничего рассказывать, давайте лучше посмотрим на тигрулю. Перед вами небольшая симпатичная охранница. Зовут тигруля. Ласковая, дружелюбная собака. Звоните. Тигруля привита, стерилизована. Телефон плюс 79 78 863 11 03. Друзья, ну, собаки – это, конечно, вещь хорошая, это вещь замечательная. Обязательно звоните, обязательно приглашайте друга в свою семью, потому что, как минимум, он поможет вам снять стресс, который вы получаете в пробках, например, в Симферополе. Давайте посмотрим, какая дорожная ситуация на данную минуту. Итак, если вы направляетесь со стороны Ялты, то знайте, что какое-то движение очень затрудненное. Сегодня, глядя на то, что мне показывает карта, вот, например, попытаетесь вы проехать центр по улице Воровского, там традиционная пробка, да, насколько я так смотрю на карту, и даже бордовые цвета есть. Если вы попытаетесь ее объехать по улице Киевской, там еще все намного хуже, поэтому все-таки Воровского, я думаю, это будет правильный выбор, вот на данную минуту, по крайней мере, так. Если вы со стороны Феодосии пытаетесь заехать в центральную часть города, то знайте, что проспект Победы в районе Куйбышского кольца стоит, ну, а дальше все будет немного проще, поэтому до проспекта Кирова вы будете двигаться более-менее ровно и без каких-либо препятствий. Давайте посмотрим заезд со стороны Севастополя в районе строящейся развязки дороги Таврида. Да, небольшое затруднение у нас есть, но я думаю, что там все не критично, поэтому традиционная пробка в это время ни больше, ни меньше. Итак, перемещаемся на другие улицы других городов. Что самое важное, не вижу ДТП. Это уж точно радует на данный момент. Итак, что у нас в Севастополе? Традиционная пробка у нас есть на улице Героев Севастополя. Вчера ДТП там было, сегодня у нас нет. Замечательно. Но бордовые цвета, это означает, что движение затруднено. Ну, еще у нас, да, несколько действительно улиц Олега Кашевого. Все, все, друзья, традиционно на данный момент. В общем, на ситуацию на полуострове посмотрим. Все хорошо, все хорошо, все замечательно. Крымский мост у нас вообще зеленым цветом. Это означает, что замечательно. Едем направо, налево, на материк, обратно, в любом направлении. Ну, а прямо сейчас нам пора перемещаться виртуально на улице Симферополя. Там наш корреспондент Салия Салямова готова выйти с нами на связь. Доброе утро еще раз. Несколько раз. Доброе утро, доброе утро. Саль, расскажи, что у тебя там интересного. Доброе утро, Крым, еще раз. Доброе утро, коллеги. И сейчас хотела бы немного рассказать о дорожной ситуации, о дорожной обстановке. Как вы видите, машин не так много, пробок. Не могу констатировать, что они есть. Но хотя я думаю, что в центре города все-таки ситуация немного другая. Ну, кстати, вот продолжая тему транспорта, хотелось бы сказать, напомнить крыльничанам, что в конце марта стоимость проезда в маршрутках и автобусах составит 17 рублей сразу в 10 городах Крыма. Это Алушта, Евпатория, Ялта, Керчь, Джанкой, Феодосия и, конечно же, Симферополь. А вот в Саках и Судаке и Вахчисарая стоимость проезда составит 15 рублей. Сейчас там, соответственно, 11 и 12 рублей. Что еще хотелось бы сказать по поводу маршруток и общественного транспорта? Да, конечно же, перевозчики это поясняют тем, повышение транспорта, я имею в виду, поясняют тем, повышение цен за проезд, тем, что также увеличивается рост цен за топливо и, конечно же, за запчасти, которые приходится использовать при ремонте машин. А машины действительно старые и очень многие нуждаются в ремонте. Около 80% подвижного состава сейчас требуют замены даже практически 100%. Ну, вот такие вот цифры. И, как говорят крымские власти, в течение 5 лет практически весь общественный транспорт будет обновлен. Мы тоже на это надеемся. Но вот в конце марта уже, конечно, стоимость немножко изменится. 17 рублей она составит, я напомню. Еще бы мне хотелось немножко сказать о погоде. Вот сейчас уже прошел примерно час, как я нахожусь на улице. И хочу сказать, что достаточно тепло, светит солнце, чувствуется, что воздух тоже прогревается. И даже можно сказать, что надежды наши, скорее всего, осуществятся, что 12 градусов тепла сегодня составит, как обещают синоптики. Будем надеяться на это. Возможно, так и будет. А солнце действительно очень слепит. Поэтому даже не забывайте солнечные очки с собой брать. Коллеги, вам слово. Спасибо огромное. Тепло, светло и замечательно. Ну, такая отличная погода. Это повод отправиться в небольшое путешествие. Например, прямо сейчас вы можете совершить его вместе с Ольгой Литвиненко. Клиновка в Симферопольском районе – маленькое поселение в родниковой балке, спрятанное в горно-лесных чащах. До войны здесь жили греки. Упоминание о Клиновке можно найти в камеральном описании Крыма XVI века. По последней переписи в селе числится 135 жителей. Село красивое. Видите, находится где? По старинным обычаям оно расположено, как видите, как в переводе называется – «Золотое донышко». Почему Клиновка сейчас называется? В этом селе, когда улетают журавли, здесь собирается в клин. При въезде в поселок Клиновка нас встречают довоенные, сделанные из глины дома. По соседству с жилыми домами заброшены, закрытые на замок двери, при этом полуразрушенные стены и дырявые крыши. Судя по всему, дом лепили из того, что было. В ход шли палки, камни и глина. И таких домов по поселку великое множество. Все не помнят свои лучшие времена и ждут, когда все вернется на круги своя. В некоторых, даже ветких зданиях, установлены железные двери. Опустевшие жилища, которые уже нельзя использовать по своему назначению, покинули хозяева, оставив в доме мебель. Но, как оказалось, местные свое село любят. Многие возвращались в отчие дома, переезжая из других регионов страны. Налаживали быт в тихой деревенской обстановке. Я здесь родилась, училась, жила в городе. Четверо деток у меня, моя одетная мама. Вернулась сюда. Здесь жили мои родители, предки. Там вот за этим домом, там тоже. Папа у меня грек, мама русская. Поэтому я сюда вернулась, восстановила дом. Когда-то на холме возвышалась церковь Георгия Победоносца. Издревле особо почитаемого греками. Красивое здание, облицованное гранитом, венчали купола. Главной реликвией была икона с изображением святого. Сейчас от намоленного здания сохранился только фундамент из плотно подогнанных известняковых плит. Здесь была церковь. Давно старая, очень старинная церковь. Со временем все это разрушилось, со временем все это самое. Сейчас мы хотим ее восстановить, эту церковь, хотя бы сделать часовню. Местные жители по возможности сами строят, восстанавливают и облагораживают родное село. За этим селом присматриваем, стараемся, чтобы что-нибудь было для него. Стараемся, чтобы там детскую площадочку сделали, небольшой магазинчик поставили. Огород, хозяйство и подворье. Зачастую горожане даже не представляют, сколько труда нужно, чтобы вырастить даже одну грядку картошки. А тут целая деревня преображается. Я просто радуюсь, когда здесь кто-то, чтобы село поднимали. Я когда еще была помоложе, я хотела здесь поднять. Тут же один из самых почитаемых источников в окрестностях Симферополя. За водой сюда каждый день приезжают с разных уголков полуострова. Источник этот очень древний, очень древний. Откуда он берет исток, мы так точно и не знаем. Но он был здесь всегда. Под холмом у ручья виден коптаж источника. Часовенка с двускатной крышей. Раньше сюда на водопой приводили домашний скот. Долгое время это место оставалось неухоженным. Приковывает внимание и старая метка партии крымских водных изысканий 1916 года с индивидуальным номером родника. А эти леса, окружающие Клиновку, места воинской славы. Во время Великой Отечественной здесь шли ожесточенные бои. Это исторические места, партизанские места. На нашем кладбище похоронены партизаны, которые здесь погибли. Чистый воздух, природная красота, разнообразие ландшафтов, леса, водоемы и местные жители радушно встречают приезжих. Посмотрев на это все, хочется верить, что это село, да и другие подобные, в скором времени вновь станут местом, где захочется провести всю свою жизнь. Ольга Литвиненко, Анатолий Ягеев. Утро нового дня. Крымский Дельвейс, он умеет закрываться и открываться. А еще он, наверное, тоже в Красной книге. Да, конечно, он в Красной книге, наряду со всеми первоцветами. Так, все, переходим к поездке, переходим к новостям, переходим к важному, к серьезному. Прямо сейчас давайте свяжемся с новостейной студией. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Никита. Доброе утро, Алиса. Доброе утро, Сергей. Итак, ну, коль мы уже так все-таки говорим, расскажи, пожалуйста, вот ты своей жене лично, какие цветы даришь вот в такой весенний период? Подснежники или нет? Исключительно не краснокнижные растения, скажу так. Либо полевые цветы, либо тюльпаны ее любимые. Это вот самое то, что нужно. А на 8 марта собираешься какой ей подготовить букет? Ну, я уверен, что она сейчас смотрит нас, и поэтому я не буду разглашать этот секрет, но могу рассказать одну маленькую, коротенькую, интересную историю возможного появления подснежников. А, к сожалению, у нас нет уже времени, к сожалению, нет, поэтому, я думаю, совсем скоро мы ее выслушаем и расскажем в эфире. Спасибо огромное. Нам подсказывают, что уже пора завершать наш эфир. Спасибо. Готовьтесь, 9 часов, следующий выпуск новостей. Ну, а что, нам пора заканчивать? Да, потому что мы на этом намерены с вами прощаться, для того, чтобы встретиться с вами завтра с новыми силами и хорошим настроением. Да, друзья, сегодня у нас вторник, ну, а завтра логично, вполне, что среда, и встретим ее вместе с вами. Всем до завтра, всем до свидания. Пока-пока. Пока-пока.